Это вопрос. Спасибо вам. Второй вопрос. Как вы прокомментируете слова спикера парламента Армении Симоняна, который назвал абсурдом ваши слова о признании Ирюана территориальной целостности Азербайджана? По его словам, согласно двухстороннему договору, Лачинский коридор должен находиться под юрисдикцией российских миротворцев. Но он задается вопросом, где эта территория и где российские миротворцы? А мои слова о признании Нагорного Карабаха Армении частью Азербайджана, он как-то назвал? Это, во-первых, тоже вопрос. Ну, а второе, мне кажется, просто как-то, знаете, вот эта публичная риторика на грани какого-то, знаете, чего-то уже похожего на хамство, она просто не красит политических деятелей Армении. Если они хотят разговаривать на экспертном уровне, на хорошем политическом уровне, то для этого есть все возможности. У нас прекрасные каналы связи с Ереваном по всем направлениям, от государственных до общественных. И все-таки нужно, мне кажется, я понимаю, что там, наверное, и роли у всех расписаны, кто что заявляет и кто как это говорит. Но все-таки я уверена, что это не красит людей, которые представляют армянское общество, использовать какие-то подобные выражения. А мы их видим и слышим в последнее время немало. Спасибо. У нас последний вопрос, также связанный с Арменией. Как вы могли бы прокомментировать слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который заявил, что зависимость Еревана от Москвы в вопросе безопасности – стратегическая ошибка. Он отметил, что республика уже вкусила горькие плоды этой ошибки, и что Россия при необходимости не сможет обеспечить безопасность Армении. Ну, мне кажется, я даже не буду конкретно это высказывание комментировать. Опять же, премьер-министром Армении было сказано за последние дни немало. Я думаю, что можно, просто подводя черту всем этим заявлениям, сказать, что надо уметь отвечать за собственные поступки, а не искать виновных. И делать это бесконечно по каждому поводу. Нужно нести ответственность, собственную ответственность, и не переваливать, если они считают вину, или, не знаю, переваливать эту самую собственную ответственность на кого-либо еще. В этом и есть отличие политика, государственного деятеля от человека, проходящего и не думающего о национальных интересах своей страны. Еще раз, нужно уметь отвечать за собственные поступки. Иначе все это… У нас все, спасибо большое. Иначе это немного похоже на историю про плохого танцора. Так, идем…